Камнем вниз. Так летел телевизор, а точнее его остатки с четвертого этажа социального дома на улице Зандерту 2А. Именно он стал причиной пожара. 10 квадратных метров огня. В результате дым распространился на два этажа. 24 человека вышли из здания до приезда служб. Еще 15 эвакуировали пожарные. А 19 человек были спасены. Их выводили с помощью масок. Четверым понадобилась помощь медиков, но в больницу никто не поехал. Да нет, нормально все. В принципе, когда это все было, я даже в своей квартире дыма не почувствовал. Гудела, гудела сирена. В какой-то момент я приоткрыл дверь. Очень много дыма было в коридоре. Очень много. Но я закрыл и не знал, что делать, что будет. Ну тут вот приехали пожарные, полиция, скорая. Ну а потом просто пожарник вошел ко мне и говорит, давай быстро. Ну то есть вывал меня. Дым увидели в окне, и все. Потом пожарники пришли, зашли и сказали, что надо потеплее одеваться и выходить из квартиры. Ну, на улице. Я сидела за компьютером. Вдруг чувствую. Бонь такая, знаете, как будто бы пасмаса горит. Я в коридору, этот наш длинный, и валит, открываю дверь, валит страшный дым прямо с лестницы. Дым. Я думаю, моя квартира рядом, но я на горю. Я хватаюсь, все на свете, одеваюсь быстро и выбегаю. Причину пожара еще предстоит установить. Этим занимается полиция. На место происшествия съехалось более десяти машин. Пожарные не отложка и полиция. Такое большое количество пожарных машин, а именно восемь, здесь собралось из-за трудной планировки зданием, а также из-за его размеров. Это значит, что нужно было спасать много людей. И часть из них, жители четвертых и пятых этажей, сейчас находятся в автобусе Рига Сатексме. Их пока что обратно в свои квартиры не пускают. Вначале на место приехали три первые машины. Командир увидел, что есть сильное задымление, трудная планировка. Поэтому повысил номер вызова на четыре. Это подразумевает восемь машин. Также были привлечены две специальные машины с лестницами. И чтобы быстро спасти людей, нужно было привлечь много ресурсов. Полиция и самоуправление сообщили, что вскоре людям разрешили вернуться домой. Смогут ли они остаться дома или придется просить помощи у самоуправления, они решают сами. Евгения Копылова, Микола Бастанжиев, Русаласэм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!